Неделя мастер-классов завершилась в Центре ремесел наследия. Такие обучающие мероприятия проходят два раза в год, и все, что касается прикладного искусства, можно изучить здесь. Сейчас работает шесть студий, где можно научиться шить, вязать, ткать, овладеть мастерством валяния и художественной обработки кожи. К слову, если гродницы хотели свои творения забрать в себе, нужно было всего лишь переходить со своими материалами для работы. Тогда сделанное своими руками становится декором для дома или подарком. А в случае, если для обучения использовались материалы Центра ремесел, работы становились экспонатами местного музея. Самое первое правило, которым я учу всех, кто приходит ко мне в студию, это в первую очередь расслабиться и никуда не бежать. Потому что нужно понять и почувствовать вот этот момент здесь и сейчас. Взять эти нитки в руки и подумать, что ты хочешь почувствовать себя и нарисовать себя. То есть мы берем вот эти нитки и как кисточкой начинаем рисовать свое внутреннее состояние. Это зависит от человека, на что он настраивается. Поэтому самое правильное, как по мне, я считаю это правильно, что человек в первую очередь должен понять себя. То есть внутреннее вот это состояние. Как правило, прикладным искусством в современных и традиционных технологиях увлекается в большинстве своем женщины. Однако на этот раз мастеров удивило появление в группе мужчины Дмитрий Дубовецкий. В прошлом был садовником, занимался реставрацией мебели, да и в целом предпочитал труд, в котором можно было вносить творческую составляющую. Сам процесс нравится, никогда этим не занимался. Ну, раньше я видел это, мне это все нравилось, такой вот винтаж. Решил попробовать, думал сложно будет. Ну, разобрался, в принципе, не так уж и сложно. Хочется ремень сделать, такой, может быть, сумку, вот такой, если так, из ближайших целей. В этом году из-за пандемии коронавируса пришлось сократить количество участников недели мастер-классов. Если раньше в одну группу набирали в среднем 12 человек, то сейчас максимум 5. Это сделано, чтобы во время занятий можно было выдерживать социальную дистанцию, да и в целом не нарушать эпидемиологические правила. Таким образом, обучающие занятия в центре ремесел прошли порядка 40 человек. В следующий раз такая творческая неделя пройдет весной 2021 года.